Еще одна стратегия, много-много почему. Выбираем героев рассказа, намечаем сюжет. А зачем? Затем. Задаем себе много-много вопросов. И эти много-много вопросов начинаются с почему. Почему я выбрал такого героя? Почему он вступил в действие с персонажем? И так далее, и так далее, и так далее. Чем не творческая работа? Посмотрите, что мы зачастую делаем с учениками. Мы даем им что-то сочинить, а получаем взрослое сочинение, потому что ученик пришел к папе, дал ему задание. Папа сказал в присутствии ученика все, что он думает по поводу учителя. Полез в интернет, вытащил оттуда тоже. Ребенок это принес домой, скачал, принес учителя. Учитель проверил и сказал все, что он думает по этому папу, потому что он читал в этот день восемь таких работ. Все. На детей, на плагиат, толкают только взрослые. А можно поиграть с иллюстрацией? А можно поиграть с иллюстрацией? Посмотрите, что делает Ксения Молдавская. Она рисует, она пишет предисловия к пословицам русского народа исключительно из пословиц. Она просто взяла словарь живого великорусского языка и расположила пословицы в едином порядке. Так, а теперь вопрос аудитории. Скажите, пословицы дали? Что мы готовы увидеть? Какие иллюстрации? О, бабу-кокошники в сарафане, говорят всем. Вот вам бабу-кокошники. Вот вам бабу-кокошники. Не крюк, можно было бы, можно подправить, да хуже будет. Оно бы очень хорошо, да никуда не дойдется. Потому что иллюстрация в современной книжке – это визуальный комментарий. И это работа с формой текста, помогающей подчеркнуть метафору, выделить ассоциацию. Это моя любимая иллюстрация. Ни сук, ни охрюк, ни каракуля. А перед чем он стоит? Перед собачкой. Вы понимаете, как можно играть с текстом? Как эта классика становится для детей абсолютно живой. А не бабой в сарафане, которая, вы знаете, уже в пыльном, они смотрят, ну что ж ты нам такое, дорогой, показываешь. А вот, пожалуйста, текст из этого, из Ксении Молдавской. Пожалуйста, какие любые задания? Какое любое задание? Разложи текст на пословице на время. Разложи сколько пословиц в данном тексте. Вытащи, раздели пословицы и поговорки. И ты увидишь, что фактически, 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 да, из пословицы можно составлять целые предложения. А вот еще одна совершенно замечательная история. Литературный календарь. Изданные к году литературы. Четыре художника, да, изобразили 19 стран. Вот зима, да, вот зима. Какая-то скандинавская страна, явно скандинавская. И вопросы. Отвечая на эти вопросы, ученик составляет себе список произведений. Это вот я не чеколегия. Вы понимаете, то, что я вам показываю, я не придумываю ничего. Я беру из того, что есть. Это ресурс. Но в одиночку мы этот ресурс не найдем. Никогда не найдем. В библиотеку никто не пойдет, если его сюда не привлекут или не приведут. А учитель, загруженный тетрадками, учебниками и прочими-прочими, об этом ресурсе будет просто не знать. А вот еще, пожалуйста, совершенно замечательная «Смерть мертвым душам» Жволевского и Пастерна. Роскошный библиотечный триллер о том, как классика борется с москультом. Читается, вот знаете, как великолепный триллер, что сопровождает этот триллер? Победители фанфиков. Там фанфики написаны издательством «Жирафа». Вот теперь представьте себе. 15 лучших фанфиков, а у ребенка я победил фанфики. Был, прошел совершенно замечательный конкурс. Сейчас идет книжный эксперт 21 века. Пап Мамбук. Ну, мало того, что ты, будучи победителем, получаешь стопку книг с автографами авторов, и тебя привозят на этот, ты в результате еще и получаешь публикацию. Так, на секундочку, в журнале «Октябрь». В журнале «Октябрь» 11 номер за прошлый год опубликованы детские эссе о книгах, о том, какие книги они любят читать, каких книгам не хватает, и какую книгу бы они написали. И что бы они изменили в классической книге? Честное слово. Выручить бразды, пушистые, взрывая. А сто лет назад ребенок это повторял быстро, хорошо и весело, ничего там не понимая. По одной очень простой причине. Ребенок сто лет назад воспитывался, как человек, привыкший слышать ритм. Если маленький ребенок ритм не отхлопывает и не оттопывает, то он к поэзии становится абсолютно друг. Коллеги, что такое с точки зрения содержания стихи Чуковского для маленьких? Полная нелепица. Но посмотрите, что происходит. Когда Чуковский написал «Крокодила», я не случайно, когда с Саровской конференцией нашла в библиотеке «Крокодила» и спотографировалась с ним. Именно с этим изданием, это издание «Реми», потому что на самом деле «Крокодил» Чуковского – это энциклопедия русских ритмов. А сейчас я вам попытаюсь это доказать. Гуляет вечер, порхает снег, Идут двенадцать человек Через болота и пески Идут звериные полки. И счастлив Ваня, что пред ним Враги рассеялись, как дым. Пиф-пап! И буйвол наутек, За ним в испуге носорог. Пиф-пап! И сам гиппопотам Бежит за ними по пятам. Трак-так-так! И только эхо откликается в домах. Но где же ляля? Ляля нет. От девочки пропал и след. А Катька где? Мертва, мертва, Простреленная голова. Помогите, спасите, Помилуйте. Ах ты, Катя моя, Катя толстоморденькая, Крокодилом тут гулять Воспрещается. Закрывайте окна, Закрывайте двери, Запирайте этажи, Нынче будут грабежи. И больше нет городового, И вот живой городовой Явился вмиг перед толпой. Ай-ай, тяни, подымай. Что это? Это стихотворение Александра Кушмира Это стихотворение Александра Кушмира. И вот если мы возьмем Вот эту строчку из Крокодила И ее прочитаем, То вы здесь услышите Ритмы русской поэзии. О, этот сад, Ужасный сад, Его забыть был я раз. Не губи меня, Ваня Васильчиков, Пожалей ты моих Крокодильчиков, И грянул бой, Война, война, И вот уж ляля спасена. Милая девочка, Лялечка, С куклой гуляла она, И на Таврической улице Вдруг повстречала слона. На что это детская поэзия? На развитие поэтического слуха. На то, чтобы когда На ребенка обрушилась Русская классика, Он ее уме, Он был готов ее слышать. Почему начинаются сейчас Поэтические игры с текстом? Ведь вот то, Что я вам предлагаю, Я обращаю вас к самому первому К анализу текста Или игры с ним, Который может быть представлен В жанре филологической задачи. В жанре филологической задачи. Сейчас я объясню. Значит, Никому не уйти от слепого рока. Не дано докричаться До земных светил. Все равно интересно понять, Что 12 блока. А блока подсознательно помнит Чуховского крокодила. Крокодил раньше, чем 12. Как там в дневнике записал? Я сегодня гений? А сейчас приведу ряд примеров И совпадений. А вот визуальный комментарий К последней. Середину мы с вами прочли. Фотография есть, На которой они вдвоем. Блок глядит на Чуковского. Что это, бант в петлице? Блок как будто присыпан золой, Опален огнем. Страшный блок, Словно тлением Тронутый астролицей. Боже мой, Не спасти его, Если вдруг спасти. Не в ночных, В медицинских Поддержку найти светила. Мил, крепись, Пустота, Надвигайся, Звезда, Блести. Блок глядит на него, Но Чуковский Помочь не в силах. Значит, Ну, Вот, Визуальный комментарий Прочитан. Это одна из последних Фотографий Блока. Блок умер В августе 21-го года, Весной 21-го года Он приехал на Поэтический вечер В Москву. Этот поэтический вечер Оказался там, И сейчас расположен Музей Николаевича Толстого. Блок Выступил ужасно. Абсолютно ужасно. Он не... Его попросили... Он читал Возмездие Фрагменты. Немножечко Почитал Схипов. Его попросили Прочитать 12-ть. Он начал читать, Сказал, Что не могу. Есть воспоминания Об этой встрече. Объехал Блок Из Питера С Петрограда С Чуковским. Потому что Отправлять его Уже одного Было невозможно. Он был Очень болен. Очень болен. И это Фактически Последний вечер Блока. И вы знаете, да, Что после возвращения Из Москвы Блок слег И на Просьбу Жены И Дома искусств Отправить Его На лечение За границу Последовал Отказ Блок Умер От абсолютно Неизвестной Болезни В свидетельстве О смерти Написано, Что он умер От расширения Сердца Если вы Посмотрите Посмертную Маску Блока Она есть В музее В Питере Это лицо Человека Измученного Страданием Болью И вообще Это лицо Старика А не В общем Человека Достаточно Средний Чуковский Описал Эту ситуацию В своей книжке Современники У него есть Там была Посвященная Блоку А петербургский Поэт Александр Кушнер Создал Из этого Стихотворение Вы прекрасно Понимаете Что стихотворение Потрясающее Да? Чем оно Потрясает? Первое А что с ним Работает Во все стороны Хочешь Попроси Учеников Найти комментарий К последней Строфе Фотографии Есть На которой Они вдвоем Что это за фотографии Почему они Вдвоем Как они Оказались Вдвоем Почему Нужна Медицинская Поддержка И так далее И так далее И так далее Почему Где все это Найти Вот пожалуйста В современнике Вот пожалуйста В современнике Само фотографии Построено По принципу Монтажа Да? Центральная Часть Фотографии Стихотворения Это монтаж Из двенадцати И Из двенадцати И Крокодил Фактически Фактически Это стихотворение Можно предъявить Ученикам Можно предъявить Ученикам В формате Так называемого Жанра Который Называется Филологическая Задача Вот у вас В рабочей тетради У вас В рабочей тетради Представлено Представлено Это стихотворение Представлено Это стихотворение И написано Решение И комментарии Ответы Ответы Все в том Что это Прием Филологической Задачи Это прием Который Используется При работе С любым фрагментом Текстовым Не обязательно Художественным Придумал этот прием Светлана Анатольевна Шаповал Она базировалась На лингвистических Задачах Журинского Вот после текста Идут задачки Идут объяснения Какой текст Подходит Для филологической Задачи Реальный То есть Текст Не адаптированный Взятый Из жизни Взятый Из жизни Или Из фрагмента Художественного Текста Абсолютно Законченный Смысл Филологической Задачи Смысл Филологической Задачи В тексте Должна быть Какая-то Загадка Вот Понимаете У меня Например Я придумала В свое время Такую Загадку Такую Задачку Абсолютно Рассказывая В реальной Ситуации Когда я работала В школе А я попала Туда в 90-е годы Ну вернее Закончила В 90-е годах Пришла я туда В 84-м Когда Ни программ Ни учебников Все только Обновлялось И я В 11-м курсе Говорю В следующем Найдете Пожалуйста В неделю Стихотворение Мандельштама И дептует Стихотворение Название Я говорю Так вам Прочитать 5 стихотворений Мне говорят 8 Или 9 Я говорю Как 9 Давайте считать Они считают Бессонница Гомер Тугие паруса Я список кораблей А добром Есть письмо О филологии О филологии Где Лихачев Пишет Каждый человек Должен быть филологом Это вот Учителям литературы Объяснение Идетов Зачем? Потому что филология Это наука Понимания Она учит Понимать Что несет Этот Текст Она учит Этот текст Понимать И Как вам сказать И самодостаточность Этих задач Состоит в том Чтобы они Скажем так Не надо было Ничего другого То есть Для того Чтобы решить Эту задачку Надо включить Две вещи Надо включить Собственное И Свои собственные Знания Вот у вас задачка Кусочек И статьи Начали Она пекла Большие Караваи И Щи варила В звонком Чугуне Она сразу же идет Давайте с вами Подумаем Почему Во второй строке Оставлен только Союз И Почему Во второй строке Оставлен только Союз И Она пекла Большие Караваи И Щи Варила В звонком Чугуне А Совершенно верно Потому что Поэт Решила Что если Она поставит Слово Союз И Рядом С существительным То вместо И Щей Получится Глагол повелительного Наклонения Щи А вот теперь Коллеги Давайте посмотрим А это прием Оправдан Ну парцеляция Чистая вода Парцеляция Да А он оправдан Ну я бы сейчас Прочитаю Чтобы вы слышали Она Пекла Большие Караваи И Что мы с вами ждем Чего-то такого Необычного Она на что Обрушивается Щи Все Правильно Ничего не обрушивается Эффект Обманутого Ожидания Потому что Парцеляция Выделение И Требует Обязательной Паузы Обязательной Паузы И обязательно Так Зачем вы решили Эту задачу А чтобы ребенок Видел Есть Прием Ради приема И текст От этого Не становится Более Осмысленным А есть Прием И мы Сохраним Тебя Русская Речь Великое Русское Слово Навеки Навеки То есть Это точно Такой же Прием Парцеляция Только Там просто Это не идет Отдельной строчкой Где-то идет А где-то Не идет То есть Решая Вот такие Поэтизадачи Стиховедческие Мы помогаем Ребенку Ребенку Сориентироваться То что он читает Это поэзия Высокого уровня Или это Поэзия Которая берет Исключительно Своим Идейным Содержанием Посмотрите Пожалуйста Я вспоминаю То что Говорила С этой Трибуны Любовь Передрехов Барусяк А Когда ребенок Больше всего Поклонников Поэзии У двух Поэтов Русских Сергея Есенина И Эдуарда Осадова Как Поклонницы В основном Реагируют На стихи Они либо Их цитируют Либо Выдают Лайки Либо Пишут Шикарно Клево Случай в литературе Уже описан Хамите парниша Элочка Людоведка То есть Понимаете На них Эта поэзия Действует Да Они не понимают Разницы между Осадовым И Есениным При всем Так сказать Моем уважении К личности Этого поэта Я Отдаю себе Отчет О Уровне его Поэтического Мастерства Они даже Не могут Не могут Элементарно В формате Одного предложения Описать Свои чувства Потому что При работе С поэтическим Текстом Важно Чтобы ученик Не просто Понял Свои чувства Да Он мог По-другому Выразить Ну да Ну да Свои чувства Свои чувства Свои чувства